это будет реакция на обзор от про диджи я сразу скажу то что то не хит или как-то вот я хочу наехать на ребят и так далее я уважаю их работу вообще чувак прикольный вот этот вот рыжий без да мне нравились его обзоры я уже говорил те которые вот по выпутам он делал вот ну мимо не мог я пройти вот этой ситуации потому что но очень много неточностей а большое количество людей смотрит этот обзор да и просто ну как вводят их заблуждение а девайс один из моих любимых я не мог пройти мимо вот и и поэтому я ставлю все-таки свою реакцию но и надеюсь то что адекватно отреагируют поклонники канала этого да там правда много разной информации чуваки харизматичны картинка вообще классная то есть но канал прикольный короче давайте смотреть и такие вот уже впечатление будет не первую потому что я просмотрел поставлю наверное частями ускорено да чтобы это дело проходило но буду комментировать по ходу просто моя реакция ну в принципе мне нравится степ чувака и как бы но это уже на любителя да скажем и приколы которые он вставляет нормально это моя личная реакция вот напишите в комментах как у вас да но просто в прошлый раз чувак не писал в коменте то что у кого больше воды да как как бы ну и чё-то после этой фразы я начал обращать внимание да вот пересмотрел обзор и вот ну не знаю можно поспорить у кого больше воды да вот не по теме кнопки сейчас немножко по-другому переназначены на мк3 вы не найдете название вот определенных кнопок то есть небольшая модификация произошла это что просто вы учитывали то есть как бы но есть такой момент но в принципе до мк3 и плюс да это not одна и та же школа там тоже опять ремарка да то что у нас дополнительные usb порты есть через которые мы можем подключать еще ряд устройств да эти usb порты в mk3 их нет защитить экрана да но как бы тут главная фигня да вот то что именно кнопка написано почему потому что прошлое модификации на мк3 у нас кнопка сзади находилась механическая ну и показано просто на этой фигне сразу то что вот нужно нажать на эту кнопочку чтобы мы не искали не не залазили куда-то на мой взгляд это вообще другое устройство это такая уже отделка премиум класса в сравнении с пластиковым катришкой да как бы ну сильно уступает это по тактильным ощущениями так далее но такой своеобразный вкус да у чувака как как бы напишите в коменте мне просто интересно вот до сравнения вашим к 3 до внешний вид и вот этого устройства железного с прохладными ручками там но жестиком вот этим более таким вот мощным по ощущениям расскажите он эта машинка перекрывает все недостатки с лихвой насчет того что она в стендалоне перекрывает машинка все недостатки с лихвой но в этом плане я вообще не не соглашусь это однозначно да потому что по сути стендалон это бег на коленках я уже говорил потому что именно в связке с компьютером раскрывается полнейший потенциал сейчас это буквально 20 процентов от того что можно сделать при связке с компьютером и красы тут наш стендалон постепенно да он будет обрастать мышцой так сказать будут добавляться какие-то плагины но выше потолка не прыгнешь вот эти ограничения которые здесь уже процессором заложены и так далее это вот большой косяк как бы и тут уже можно вечно спорить кайф именно этого устройства в том что у тебя и такой и такой вариант есть работа и стендалона и связки с компьютером энкодеры здесь реально топчик да они по качеству лучше но и нет не для того чтобы как за соски до их двигать а тем что они еще и сенсорные дотрагиваются до какого-то энкодера у вас список выпадает и так далее как бы очень удобно при юзабельности так сказать но эта фишка она и была в мк3 тоже они там сенсорные еще сразу маленький лайфхак для новичков да то что если у вас слишком быстро энкодеры крутится нужно вот точную настройку сделать подстройку тогда удерживаем кнопочку shift вот shift он любая ручка в любом разделе вот любой параметр где вы крутите будет медленно крутиться более точно поехали дальше короче если вы рассчитываете на запись гитары то скорее всего вы будете использовать свой внешний какой-то предусилитель но на крайняк воткнуть туда гитарку можно но это такое вот уже из-за неимения ничего другого но и к тому же сейчас на данный момент гитаррига нет в комплекте да и в принципе но не знаю гитариста наверное но не устроит вот этого штука есть стандартно встроенный кабинет но он очень примитивный все ждут гитаррик будет не будет это вопрос но что сейчас уже можно использовать гитаристом это вот если вы лупер лупер наподобие сережи ламаса да ну короче тема вам понравится педальку можно подключить он дальше тоже будет а педальки говорит но не скажет что она но для каких для какого функционала короче педаль подключается через педаль вы можете там ну традиционный лупер у вас получается раз там прописали кусок еще еще петли эти забивать и так далее вот для гитариста лупера ну прям тема зачетная будет давайте дальше но я про это говорил смотрите еще где получается комментирую сейчас да и какие-то вещи добавляя просто из головы но то что как бы нет в обзоре даешь типа сел реакцию до показать свою там и прокомментировать но я какие-то сразу вставляю фишки но и думаю просто людям те которые будут смотреть этот обзор и новичкам которые хотят но принимая сейчас решение купить этот прибор или не да они будут полезная вот ну какая-то инфа или может вы купили приборы просто сейчас смотрите да какой-то новый выпуск про эту машинку буду добавлять короче еще там что-то похода здесь как бы спорный момент да потому что коммуникация с компом у нас также и болтон линка и bluetooth вай фай да а вот что именно через этот кабель при связке с компом режиме контроллера это то что не нужно использовать блок питания он об этом не говорит то есть блок питания по сути этот нужен только когда вы в стандалоне работаете да или когда вы используете ваш контроллер для рулежки внешним оборудованием без компьютера тогда да он реально нужен если вы этого не делаете просто вот короче самый удобный вариант на практике и скорее всего у вас таки будет если вы с компом связки используйте то он просто тупо будет лежать у вас коробки но если у вас допустим мк-3 но можно и так как ну чувак это делает но я понимаю то что за степ такой прикольно мне нравится но лично мне дорогу раз он ставил какую-то фишечку как бы нормально это понятно то что на компе это будет быстрее если быстрый комп у вас да как бы даже вот подхватываться будет но не знаю смысл был на этом делать акцент как бы здесь ничего такого вот вау там нет сравнение с другими групп боксами вот этой категории но также загружается по скорости но перед этим он сам говорил то что по избе кабелю да как бы сейчас вот про и был там link он сказал но принципе правильно ребят сразу я уточню такой момент да потому что часто покупают мк 3 те чуваки которые уже сидят на машине да и просто обновляют себе девайс если у вас какие-то дополнительные банки есть или допустим если даже на машину они работали но у вас есть комплит куплен или какие-то вот ну короче будет дольше загружаться вот реально будет дольше загружаться и рассчитывайте на это тоже и об этом рассказываю в обзоре на канале дидже стора и от вайфая от качества от соединения вообще не зависит нифига короче одинаково будет грузить это связано именно с серверами когда вот у вас загружается вовнутрь потом как-то я так понимаю они загружаются на карту тестируются и вот чтобы не было какого-то глюка короче сам движок вот блин долго это будет капец очень важно обратите внимание вот про то что он говорит сейчас да то что параллельно пока у вас загрузка идет вы можете уже юзать там щелкать и так далее и потом такой момент наружу и конечно я забыл сказать о самом главном в этом устройстве и вау-вау-вау вот я про этот момент то есть ни в коем случае так не делайте да тем более вот если капец сейчас у него бы загрузка шла да но это жесть вот или рискан у вас идет да просто вот вашей библиотеке или вот когда вы загрузку делаете какие-то плагины параллельно они закачиваются параллельно вы можете работать в устройстве да параллельно будет процесс какой-то эти короче вот высовывать карту там двумя способами только или когда вы переходите в меню да и отключаете в режиме картридера компьютеру подключили там загружаете или при отключенном устройстве ни в коем случае не повторять вот эти вещи которые он делает супер скоростная вам ничего не даст вот эта карта да во первых она не будет поддерживаться полной мере здесь из-за порта этого да во вторых как бы но достаточно вот этой карты будет вот выше крыши то что они просто не конкретную модель советую да или не и не протестили но это понятно просто на шару сказал самую быстро выбирайте да по сути там уже в комплекте идет но достаточно быстрая карта 64 гига да но ее мало просто по размеру а так как бы бюджетная карта вот самсунговского берете все у вас летать будет отлично и короче вода вот это вот понеслась как будто блин сейчас я обращаю внимание на вот эти вот моменты да потому что но в комментах там не чел написал я как бы на буду начал обращать внимание вот это вот и вот смотрите отсюда начинается тема вот честно говоря когда я обзор до смотрела первый раз и я думаю что чувак вообще вот ему поставили коробку кое-как там название вот эти вот показали там где какие блоки по ходу они начинают пилить сразу видос потом насколько я понял он посидел пару недель с этой коробкой то есть он в принципе должен был вникнуть в сам девайс да но то что он поверхностно просто к этому подошел это как бы сто процентов тут из обзора понятно да он путается там какие-то кнопки я просто к чему говорю он уверенно говорит харизматично да и вот многие будут вестись допустим то что этот блок основной до которого используете из 12 кнопок 12 кнопок эти 12 кнопок помогают управлять функционалом всей машины плюс но бред это not максимум там 20 процентов а 80 процентов нажатий там и управление на другие органы этот блок вы не так часто переключаете на самом деле это то что на практике уже когда вы юзаете если посчитать клики да да это офигеть большая разница будет вот эти кнопки которые сверху и вертикальный ряд ну короче вот вот это вот лабуда да на самом деле чаще вы нажимаете вот это управление вашего до в раздела именно переходите здесь у нас наоборот есть раздела не не раздела управления здесь у нас стрелки вперед-назад который альтернативные причем вы джойстиком те же самое движение делаете но часто заменяются вот эти перелистывание страниц джойстиком нас в определенных режимах короче здесь реже мы все это дело нажимаем за исключением как раз двух кнопок о которых сейчас он вообще просто фильтр ню тему это авто и макро ну которую вообще там микро назвал ну давайте дальше смотреть выбор миди каналов плагины также есть идеи и песни одесс да но при этом же пустое вот здесь явно видно что чувак он не вдупляет что такой идеи чем отличаются от песни ну да по-английски сон песня он это он знает до слова ну почему тут идеи вот он надписи читает и как бы сам только но врубается что это такое как бы только открылся идеи нет все но иди там до хрена сразу из коробки потому что в каждом проекте которые вот банки до который вам дарится сразу по умолчанию там у нас получается несколько банков более точная картинку вам покажу какие именно банки идут и плюс вы еще выбираете себе которые хотите так вот в каждом из этих банков да у нас есть готовые проекты и в этих проектах есть группы и идеи и сонг это просто два альтернативных варианта также баблики у нас вертикальный режим до клипов это вот и есть идея наша и горизонтальный режим сонга когда нас трек отображается как в традиционном дав вот так вот да и более того все вот эти группы ваши все саунды и так далее вы их можете использовать как в режиме идеи так и в режиме сонга это вот они равнозначные совершенно вот по арсеналу возможности микшер на 8 каналов но это бред тут не 8 каналов а 16 каналов минимум если мы говорим с вами в разрезе группы а так вообще там неограниченное количество каналов потому что неограниченное количество групп у вас может быть да короче но это вот он ну тупо не разобрался тут элементарно вот этими кнопочками перелистывается даже в группе вот 8 каналов 16 каналов вы двигаете вот я говорю он ре он реально просто вот что вижу то и называют совершенно не подготовлен чувак вот но он не изучал девайс через браузер мы загружаем именно пресеты то есть уже настроены какие-то вариации если мы хотим к плагинам получить доступ до встроенным пустым который мы загружаем без пресетов просто нажав так на джойстик используем или shift browse нажимаем или нажимаем сверху на джойстик короче не точность смотрите дальше сэмплингом есть две стрелочки вправо влево в режиме сэмплинга там у нас целые разделы идут то есть у нас вариант именно сэмплирование когда мы записываем следующий раздел это редактирование когда мы сэмпл этот можем изменять там фэйт менять сокращать его там транские дела да и так далее там но нормализацию там и все дела потом следующий раздел 3 это идет у нас слайсинг потом раздел идет когда мы лаэр сами можем зоны выделять вот чтобы играть на клавиатуре да и разные сэмплы у нас или совместно играли или определенные сэмплы звучали на определенных клавишах мы нажимаем короче там ну капец вот такой вот раз вот объем разделов да он тупо нажал кнопочку и показал то что ну там вот есть короче вот что вижу я реально буду первый раз человек нажимает на кнопки на эти смотрите дальше меню файл сохранить всевозможные манипуляции с проектами меню файл отражается только проекты которые были загружены недавно их несколько штук если вам нужно обратиться к проектам вам нужно как раз таки через браузера заходить туда но там один момент то что нужно следить чтобы кнопка юзер у вас была нажата активно это будет именно ваши проекты потому что если она отжата тогда у вас настройки машины плюс ну и также кнопочка микро и кнопочка авто ну вот то что я говорил кнопочка не микро он даже прочитал неправильно да ну кнопочка макро и кнопочка авто и смысл то что потом в течение обзора он вообще к этой теме не вернулся а это глобальных два больших блока да что такое макро кнопочка да они микро это когда вот у нас в синте допустим или каких-то плагинах куча разных ручек настроек да вот если допустим возьмем мы с вами fm 8 которые здесь это 17 страниц будет примерно такого же порядка страниц в массиве да и вот чтобы мы выбрали каких-то несколько ручек вот перевели их сюда на морду для быстрого доступа мы можем допустим какие-то ручки из синта этого взять какие-то ручки взять там из обработок из цепочки которую мы строим напомню то что здесь insert там можно эффект это вот цепочку строить неограниченную но здесь нет ограничений как на кае там в четыре всего insert на плагина да вот и мы можем на выбирать какие-то ручки параметры из этих разных вот ну те которые нам нужны вот под рукой до что были это на лайве удобно да и просто при студии на записи также да вот вывести эти эффекты для этого эта кнопочка у нас макро можем 8 энкодеров на sound конкретно назначить можем 8 энкодеров назначить на группу также на мастер вот каждая группа каждый sound имеет по вот эти 8 энкодеров короче вот такая вот фишка до крутая о которой он вообще-то мне рассказал ничего но и авто варианта это запись автоматизации кнопочка авто ее можно или удерживать прописывать какие-то параметры можно здесь с шифтом зафиксировать ее и две руки у вас будут свободны вот все что вы будете рулить щелкать по страницам там переруливать у вас будет записываться в автоматизацию и третий вариант автоматизации здесь да это локами как вот на электроновский коробка на наших смотрите в обзоре я примера показываю диджесторов скам обзоре ну короче вот да вот тупо первый раз нажимаю то что вы сами можете но как в магазин любой прийти нажать и посмотреть эти кнопочки то есть как бы вообще информативности 0 да вот здесь а для чего вот это вот кнопка соответствует на а что это надпись обозначает а что мы делаем да вот стоили но и надпись вы сейчас он говорит там сэв ас да вот если сэв копе чем они отличаются он не рассказывает то что в режиме сэв ас допустим когда мы заходим да мы можем сохранять не только проект да вот мы можем сохранить отдельную группу для чего группы сохраняются да он на чтобы потом эти группы использовать с настройками с блоком до этим используя других проектах sound и также там сохранять можем с вами то есть вот об этом вообще просто ну как он фильтрует и все то есть хотя бы глубже зашел сам вот щелкнул эту кнопочку сэв ас да и посмотрел а что там еще может и вот также прочитал прокомментировал как сейчас он это дело ну капец но вот вот это вот косяк вот насколько ну да не он как бы догадался нажать я имею ввиду то что глубже там и не заходят до никуда и вот если нам например нужно загрузить вот он реально вот блин я не знаю я уверен то что на этот момент не юзал аппарат да понятно здесь какие-то проекты высвечиваются но елки это же через браузер у нас полный список проектов а здесь списки которым он показывает это только те проекты которые недавно загружались он даже в это не в дупле и но блин капец да что вижу окрас компрессору ну блин ниже находится 16 пэтов это классич причем он здесь не показывая да то что страница есть покажи то вот самое важное вот ребята вот в этом параметре вот то что он сейчас показывает ручки это режим плугин да когда вы открываете вот у вас каждый плагин по ним вы можете двигаться вот сверху то что у него компрессор да или любой плагин между ними вы переключаетесь кнопочками сверху или джойстиком вот это можно но элементарно было показать просто при таком вот но голом об поверхностном обзоре да как будет нубасом новичкам которые вот чтобы они сориентировались вот и страницы у нас есть тут и страницы отражаются на втором экране очень удобно вот допустим циферки вот эти с дроби вот первая цифра означает страницу вторая цифра означает сколько страниц вообще в этом плагине он не знает назначение кнопок дублики да вот кнопочка вот он что вижу то читал он прочитал соло мьют да вот этого где select дубликейт он читает но у него фантазии поперли свои дубликейт это у нас чтобы мы дубликат саунда сделали или сделали там дубликат также можно группы там сделать также можно дубликат сцены сделать какой-то канал и вот маршрутизация это вообще другая тема это вот тут сверху я не знаю может у него глаз один там посмотрел на верхнюю кнопку вот эту каналы да как бы ну короче он от себя тяну просто вот говорит так который не соответствует действительности да вот именно а верху вот эти вот режима и вертикальные вот эти где-то начал читать соло мьют да вот режимы те которые ты чаще нажимаешь и вот в отличие от этого блока здания которые из двенадцати кнопок то что ты говорил блин ты рассказываешь о педах переключился в кио борт режим да как бы здесь сразу логично нужно рассказать то что вот ребята здесь кнопочка есть которая у нас гамма вот эти вот раскладки переключает это настолько кайфово удобно да вот потому что другой человек смотрит думает елки-палки то что по полутонам он пощелкал буквально там одна октава здесь помещается и все да вот вау чё делать без этого вот а ну да чувак же там по ценил вначале медиклавиатуру значит надо обязательно еще купить медиклавиатуру к этому девайсу ну короче вот такие моменты да вот которые как бы на мой взгляд они логичные были о них надо рассказывать сразу по умолчанию элементарные вот эти вещи то что в режиме кио борда это мы можем перемещаться или по октавам по полу то нам вот но расскажи ты сверху эти штуки даже замена те же колес модуляции на традиционной клавиатуре да это вот у нас две кнопки пить и водка модуляция и слайдером этим и делаем то же самое что колесо модуляции одновременно с тем когда играем на педах и принципе вот для меня лично вы знаете то что давно заменил вариант вот я не использую там традиционную медиклавиатуру на постоянку потому что в принципе сориентировался здесь привык и мне кайфово ну классно и а педах вот то что нужно добавить это лучшие педы сейчас на рынке которые есть вот именно по качеству по тактильным ощущениям по динамическим своим характеристикам нажатия уголки здесь да вот ну блин короче не до раздела корды там также он на более глубоко настраивается с помощью вот этих трех ручек но нет это не для этого как раз для редактирования если секвенцию вы уже ввели у нас служит раздел events это вообще другой раздел а именно степ секвенсор это для того чтобы вводить нотки но традиционном варианте как вот на грубоксах других да мы это делаем короче чувак вообще вот как но не об этом рассказывать повторяюсь редактирование когда у вас уже введено что-то делается однозначно гораздо удобнее в events вот кнопка у нас events потому что вы не можем зайти да мы можем быстро выбирать какую-то нотку у нас здесь второй экран уже служит лупой да вот так вот расходится ну короче это отдельная тема посмотрите нот в обзоре в моем прошлом еще лайфхак новичкам короче вот кроме того что ребята вот эти вот у вас пальцы здесь примерно работает здесь запоминайте где у вас до какие-то на тактильном ощущении что потом вы юзали быстро там двигали аппарат вот и вы смотрите какие-то старые видосы да ну не старые а просто таких уже метров или но чуваков продвинутых вот по электроновским коробкам да и думаете блин капец как на машинке на печатной вот так они шуршур там крутит что-то в глубину и так далее это чисто скилл который набивается он уже пальчиками чувствует где какая кнопочка находится где какая ручка да и быстро ориентируется в этих параметрах во чтобы быстро его нарастить этот скилл здесь на этом устройстве да вот приучать от себя то что это вот рука у вас отвечает за вот эту часть до кнопок эта часть эта рука за эту часть и всегда смотрим на экран вот как печать слепую на клавиатуре то есть учимся смотреть в экраны потому что вот так же тот же кейлборд режим здесь мы просто видим пэды там мы видим нотки сами они указаны у нас какие именно да вот какой пэд соответствии с какой нотки если мы находимся с вами в режиме пэд мод они подписаны у нас вот эти пэды короче учимся смотреть на экраны это важно еще один блок но то что он подвигал там фишку как можно показать это в сравнении от сакаями да и вот сенсорным их экраном до которые там больших для понтов если быстро принципе вот я готов в любое время вот кто из акаевцев давайте проводим battle как как бы кто быстрее там передвинет как какую-то нотку там на какой-то секвенции такого сложная где вот они будут так пальцами делать да подвину причем видишь паттерн очень длинный вот можно по нему перемещаться как бы а я быстро 1 раз вот здесь вот переключусь короче уверен стопудово что это быстрее сделаю это вот ну реально реально на практике плюс еще одновременно пусть на тачскрине на дисплее вот он выделит сразу две нотки вот так вот в разнобой это невозможно там сделать будет ну потому что вот так вот он может там делать опять же а здесь это где элементарно просто я выделяю вот на пэдах эти две ноты в разнобой две три там по барабану конкретно в этой ситуации джойстик использовать как бы даже но смысла нет потому что гораздо быстрее доступ вот ручки вот этих которые соответствуют этим тегом под параметром да не быстрее просто сразу раз здесь покрутить причем даже не то что крутить а вы дотрагиваетесь пальцем это вот то что в начале я говорил да и у нас список сразу всплывает мы можем посмотреть просто список а какой нам нужен из этого параметра здесь тега то что джойстиком вы не сможете сделать он просто перебегает короче ребята не джойстиком браузере это делаем а вот здесь вот это гораздо эффективнее а вот где джойстик офигенно это как раз вот при редактировании вот этих ноток там выделение там сдвинуть где-то что-то да вот джойстик там просто бомбическая тема очень удобный но ребят вот я сразу это часто не используется более м для того чтобы на мастер-канале нам нужно с вами понизить или добавить громкости можно при активном режиме в боли м до какой-то пыт удерживать это конкретный саунд в группе получается и подкручивать ручкой тогда будет в этом саунде звук меняться тише ниже но это я говорю то что гораздо удобнее вот эти вещи манипуляции со звуками панорама делать в режиме микшера темпа темп менять вы как раз в проекте будете очень редко не часто обычно когда изначально задал темп проекта вот он у тебя и есть по поводу кнопочки lock это тоже не часто это однозначно не часто но фишка охренительная крутая да вот и он они особенно и не расскажет но вот здесь вот сразу просто хочется добавить но по сути да он показал то что внутри пит отрабатываем там фишка в другом то что сверху вот эти четыре ноты вот были размера да у нас менялись там 16 но мы можем любые внести там на свое усмотрение и фишка то что внутри пит мы уже не просто вот так сделать это банально внутри пит как на других там девайсах да а именно обыгрывание между модификациями вот этими внутри пит а когда мы вот этими кнопками дополнительно еще нажимаем вот здесь ими обыгрываем за для этого нужно залепить эту кнопку внутри пит чтобы назовем как бы залепленном состоянии у нас было это настраивается ну очень просто и потом вот этими утру ну смотрите разницу наверное самая умная мысль да вот нахрена ты его делал лучше вот реально не стоило это этого делать или надо было готовиться более конкретно к этому но это вот опять вот он то что читает вот здесь вот название да и вот пытается как-то вот ну капец это перформа фикс он просто прочитал это вот эти блок диджиевских эффектов это вообще не основная тема та которая вешается на группу да она интересна для лайва новичкам обычно заходит но в принципе потом впоследствии когда вы готовить будете сонги композиции до удалины вы поймете то что здесь определенный мазохизм вас ожидает вот именно в том плане что когда вы экспортировать будете саунды если вы делаете сведение в каком-то другом дафе или кому-то отдаете да то там нужно будет танцы с бубнами пройти чтобы экспортировать эти треки с перформа фиксами которые прописываются только в группу короче а в группе допустим у вас там несколько саундов которые раздельно нужно свести ну короче но это дал печь модуляцию то что я перед этим говорю это в принципе можно было сразу сказать то что когда ты пользуешься клавиатурой здесь у тебя пожалуйста есть причем короче смотрите вот сейчас то что он говорит да это но фигня это как бы у наш ну верябную ошибку дела потому что он сейчас листать не perform fx а листает просто список встроенных эффектов в интернале то есть оно это вот просто прямое введение в заблуждение ребят perform fx он уже у него висит здесь это просто накрыл как бы список до для того чтобы заменить вот этот вот perform fx плагин до другим каким вот ну в списке сейчас он там листает из них то есть она не вошел в друг формах и так perform fx они относятся понимаете да в чем фишка и плюс вот я повторяюсь то что perform fx он только на группы вешается и родила и в общем все что вам захочется и даже есть но это не perform fx это вообще другие просто обработки те которые да вы можете вешать на любой канал это лучший способ как зайти сразу к ним я вот говорю вот нажал сверху джойстик вот не обязательно shift с браузером нажимать две кнопки тик джойстик и переходишь в этот раздел сатуратор прям эффектов много эффектов ни хрена не много это как бы пока больная тема для машин да как как бы то что есть неплохие эффекты те которые вот встроенные уже в коробке у нас это вот неплохие ревера отдельно не в этом списке которые да те которые раум там три ревера в одном плагине такой серьезного же неплохой из этого набора вот там лимитра неплохой фильтр тоже неплохой он сразу салфа ложка но принципе остальное все такое как бы среднего качества скажем так из вот этого набора классная эффекта нас ожидают в будущем те которые будут добавлять это вот я очень очень жду да это классические их компрессоры эквалайзер более удобно вот солидовские серии солид в принципе можно работать с этим вот такие танцы с бубнами этого мало даже в плане пресетов количество до в том же акка и там больше пресетов но качество там еще одно более это плачевно вот именно самих и фиксов но из самих эффектов повторяюсь я говорю сейчас обстроенных вот те которые по умолчанию а те которые отдельно доставляются это уже другая тема там но топового класса но крутые эффекты синты то же самое и также есть еще одна кнопка для редакции нот собственно называется она ноут удивительно он прочитал кроме этого на ней разобрался для чего она служит нот это не для редакции нот кнопка это если мы нажимаем если мы входим в этот режим просто когда юзаем по слайдеру по полу тонам мы перемещаемся так же вот наподобие на тромбоне му-бум-бум вот так вот делаем да плавно глиссанда переходим от одной ноты к другу это вот то что делает вот это нот они для редактирования нот она у нас слушает короче вообще не знаю девайс да как бы просто тупо читает название пытается как-то вот это не дорожки но блин вообще логику просто не знает машин короче вот к этому моменту от ребят я пытался вот это держать себе в руках блин у меня бомбит просто капец он вообще не тупо не знает девайса блин и вот просто им провести по ходу я и это вообще группой короче вот это не дорожки если уже говорить о дорожках то здесь в каждой группе по 16 дороже которую мы можем записать этот секвенция так сказать не разобрался вообще не в дупле в девайс причем здесь 8 групп это вот основные кнопки но мы можем их добавлять добавлять там охренительно какое количество для этого мы просто удерживая shift когда он закончились 8 эти групп еще добавляем вот вторую третью и вот в каждой в этой вкладке по 8 штук у нас будет этих групп он как бы с этим не разобрался короче вообще не знает девайс были нафига снимать обзор да когда ты не врубился вот но не знаешь девайса на шару здесь не прокатит потому что это серьезный аппарат да это тебе не вы там прорекламировать то что вот здесь вот кнопка до аккумулятор здесь нужно вникнуть в эту тему идти с головой до погрузиться потом умничать там чуть окей я понимаю варианта что как бы такой вот но первый взгляд на аппарат что-то такое но же позиционирует здесь то что мое мнение короче капец меня сейчас бомбит ну блин это группу он выбирает но он как бы капец но в этой же группе может быть куча разных мелодичных инструментов да где он бас нажимал там у нас 16 этих вот вариантов басов мы можем ставить да и каждый будет играть свою партию он структуру ребят посмотрите ролик вот у меня на канале урок номер 6 он бесплатном доступе из коммерческого курса по джему и там в начале урока 6 мультик который разжёвано кратко вот за три минуты вам объяснит структуру машин и вы будете разбираться что такое сэмпл что такое саунд что такое группа что такое секвенция сцена и как все это работает как минимум если бы он посмотрел этот мультики в дупле как все это в машин происходит да он уже бы такие ляпы не делал здесь тоже бред какой-то просто там стоит настройка а у него то есть все каналы вот когда поступает любой сигнал с артурия на все каналы как бы она распространять и настройка у него стоит алл и фокус то есть та группа которая выделена тот саунд который выдели на нем играет но артурия и действует как бы но часто это наоборот косяк неудобно то что ты хочешь переключиться на какую-то другую группу или там чтобы играла у тебя ты на строй настройках находился чего-то другого а на клавиатуре играл какую-то другую партию другого саунда короче понимаете вот это капец неудобно тогда в этой ситуации панель транспорта короче это называется везде в любом короче любые вот надписи которые у вас на кнопках мелким шрифтом написаны да вот под основными надписями это то что вы нажимаете кнопку shift и вот они будут у вас при нажатии на кнопки срабатывать но по ходу по полутонами по октавам это вот он сейчас читает то что на основных пэдах хотя переключение вот я еще раз говорю если вы находитесь кейлборд режиме вам удобнее по полутонами по октавам сверху нажимать эти кнопки у вас имеется безумный арсенал инструментов давайте еще добавлю здесь вот для новичков короче из педов да у чаще всего режимы шифтом чтобы будете использовать это вот две кнопки первый второй пэд отмена действия дали возврат этого действия потом клейер девятый пэд стереть какое-то событие там но точку стере да вот и еще если у вас контроллер микро а там на микро нет просто у нас экранов да вот этих сверху да и нет альтернативных режимов то да вам удобнее здесь вот допустим 7 8 пэд нудж да это вот мы двигаем наш нудж короче мы двигаем по нотку в зависимости от грида который выставлен да там по умолчанию шестнадцатыми раз вперед-назад двигаем нотку а верхний вот эти по 7 7 тонн да где 13 14 пэд мы двигаем с вами нотку по полутонам вверх вниз но также здесь вот эти вот 15 16 понятно по октаве будет быстро двигать эти ноты до квантизацию 5 пэд это если вы работаете в каких-то стилях где квантизация по умолчанию не включена и немножко нужно квантануть нотки так вот для передвижения вот этих вот но так у нас есть вариант здесь безумно удобно и тогда джойстиком то же самое все будем делать с вами то есть вперед-назад подвинул нотку да это в режиме events и также есть повторные режимы да те которые вот с помощью кнопок вот этих вот и визуально мы можем там переключаться да еще от важно 11 12 пэд это копировать вставить если мы копировать будем какие-то события вставлять но как бы такие но слишком громкие до заявления в принципе конечно хочется больше и больше нас другой стороны нужно согласиться то что по умолчанию то что в коробке сразу идет такой арсенал да на данный момент среди групп боксов это прям вот но зачет ребят здесь еще сразу хочу отметить до такой момент на мое удивление часть проектов которые открываешь там вот плагины использовать это такие даже вот косяки по азбуке звукорежиссуры когда там допустим компрессия сначала сжимается что-то в хлам да потом только эквализация как это пробуется делать из этого и причем там явно не для того чтобы какой-то лоу фай там звучание вот достичь до какой-то результата там обычно для этого там сатурацию накидывают там и так далее да вот но всякие искажатели так сказать а там просто явно такие косяки короче буквально вот если смотрите цепочку даже от любимого какого-то вашего продюсера которую выпустил да этот блок то немного так вот но критично относитесь к этому потому что не факт то что эта цепочка правильно собрана часто бывают вариант такие ляфа диджея да не звукари на ребята которые предлагают определенный стек да он как бы ну его можно было или по-другому собрать вот более экономично там к примеру у вас каждом сэмплере да уже по умолчанию есть куча разных параметров крутилок те которые вы можете использовать для этого не нужно дополнительно там компрессор сразу бросать примеру в загрузку может вам хватит компрессора там ручка есть уже в сэмплере самом компрессора да потом также там вы можете фильтр повесить не обязательно какой-то еще дополнительный фильтр есть он у вас там уже есть равно ресурс отжирает вот там крутите ручку это потом можно инвелоп там настроить да или там вместо фильтра к примеру однополосный эквалайзер там уже встроены да и параметрические вы можете какую-то полосу подредактировать но биткрашер такой простенький уже есть то есть заглядывайте но ты старайтесь рационально использовать ресурсы да вот потому что вот в этом режиме здесь не безгранично далеко не безгранично не так в компе да у нас поэтому экономьте экономить можно именно если вы используете ауксы до встроенная не только в insert там грузите всякого буду да и когда рационально используйте вот ресурсы которые все равно уже отжираются повторяюсь это сэмплер да вот блоки сэмплера сначала покрутите если не хватает этого нам тогда раз начинаете уже подвешивать я не говорю о креативных каких-то эффектов хотя по сути да и креативные эффекты также можно накрутить вот но с помощью этого арсенала который в сэмплере находится здесь я перелистаю как бы но принципе он просто демонстрирует что вижу то и кручу там да вот короче здесь он поигрался дальше следующая закладка это инструмент здесь очень много инструментов начиная от fm 8 как я уже говорил и по всему списку до ретро машин выбор огромный иногда стоит потеряться в этом ну и то же самое сейчас он может на листать если будет какие-то моменты я просто перекручу это там в обзоре у него можете посмотреть какие примеры он показывает сама фишка вот то что он должен был сказать здесь да это отличие вот эта технология нкс да в чем фишка на то что допустим мы выбираем какой-то инструмент бас потом там перекручиваем там аналоговый бас еще там какой-то под фильтр ставим и он ищет у нас сразу во всех наших инструментах не просто как вот традиционных дав когда мы ищем по этим параметрам да вот фильтром тегом в каком-то конкретном плагине вестишном загружен загруженном да когда вот загрузили раз и внутри там что-то копаем а сразу во всех ваших плагинах да это вот фишка именно на этих инструмент да и конкретно вот машин не удивительно пошло там их огромное количество даже в этом режиме еще по вопросам те которые задавались уже потом впоследствии в комментах да там значит можно загружать свои банки звуков вот но пресеты да в тот же массив там у меня более полутора тысяч там дополнительных юзеров ских своих там пресетов которые загрузил также вот у меня выпуск на канале сейчас есть последний где я показываю официальный банк который был как подарок приобретен да как новогодний подарок от native инструмент сможете посмотреть то есть они до появляются у нас тендалон режиме сразу там загружаются и вот в арсенал добавляются свои все пресеты эти мы грузим с вами в папочку юзер именно пресеты инструментов инструменты ревера вот раунд там и так далее если речь идет о группах до саундах и проекта то мы грузим в не папку юзер а в папку машин 2 и здесь добавлю то что мне лично удобнее высовывать просто флешку до вставлять компьютер и загружать делать манипуляции не подключая компьютер но там есть возможность такая да вот по шнурку и конечно высовывать нужно не так как он высовывал в рабочем аппарате в стендалон режиме да а когда у вас отключен аппарат или когда он в связке с компьютером как контроллер загружен тогда у нас доступа сейчас во всяком случае кстати на будущее если вы смотрите этот выпуск спустя там какое-то время нужно узнать по прошивке по что если стали поддерживаться при подключении компьютера вот эти порты и избишные 2 до сзади и плюс вот этот вот порт с флешкой тогда как бы ребята очень аккуратно нужно корректно высовывать эту флешку на флешка есть флешка да и лучше хранить какую-то купю сделать где-то да вот чтобы если прям вот беда получилось у вас на взяли там все свое залили сюда и периодически бк по вот эти вот делать нужно но это вот то что он прошлый раз показывал да вот вариант он как бы вот он сам учится по сути вот сейчас в реальном времени то есть до этого он показывал джойстиком да где я говорил что удобнее гораздо вот так сразу дотрагиваться здесь и выбирать какие-то вот эти разделы ну и так далее сейчас он это делает походу тогда он щупал это джойстиком браузере это походу короче разбирается с функционалом например мы ищем но но основная фишка вот то что сейчас он показывает да если бы он не выбрал конкретно монарх да и не путался а что мы ищем там глаза бы не разбегались у него то гораздо бы эффектнее демонстрация была то есть не выделенный монарх в данной ситуации да а просто все плагины и мы ищем тогда получилось бы сейчас определенный звук там во всех сразу синтезатор по категориям пиано икей и вот у нас есть три варианта но пиано икей сейчас три варианта у него потому что он именно в монархе ищи да пиано икей пиано по умолчанию это больше такой полифонический инструмент где мы играем сразу много да вот нажимая клавиш много воспроизводя звуков а монарх это монофонический синтезатор у нас и особо там поэтому раз-два присыт и обчелся если он бы включил сейчас или допустим контактовский да синт или ну просто вот все которые синты у него есть там быть и пианино икей да у него нашлись бы там куча разных в других синтезаторах ну и как бы здесь вот этим звуком демонстрировать пиано икей да блин монофоническим как бы но смысла нет но блин а что показывать сейчас как минимум это ретро машину допустим за старый какой-то вот ну синт надо было показать звучание вот эти вот клавишных да винтаж орган короче да это или блин ну капец даже у демонстрации то как бы пюк пюк я почему-то на это обращаю внимание потому что в коментах там сразу кто-то пишет ему то что но чё-то по средненько вообще паршивенько звучит там и так далее да вот блин вообще какая-то демонстрация сейчас полифоним может быть если я монофоническое звучание но и смысл нажимать сейчас клавиши сразу так куда же слышишь блин то что этому монофоник у тебя то что чудо корж мешь блин вот вот на этом синте да можно уже аккорды было нажимать и пианоики здесь посерьезнее будет вариации разные массив сейчас юзает чувак ну да я говорю он реально сам вот как бы познает инструменты вот параллельно снимает обзор какой-то вот по сути то что он сейчас делает да это вот и есть странно почему него на экраны светится как бы загрузка идет что-то какой-то не знаю глюка что-то было такое для меня странно много смысла нет разбираться мы там не шарл комс это такое ощущение как будто компьютер вообще подключен там загрузка на экранах было да как вот это клавиши играли параллельно не пойму отображение почему такое было на экранах но гораздо эффектнее вот я говорю по басам было бы проехаться если вот сразу в общем списке выбрать там но еще эффект не было бы это промотаю все это лабудучесть дальше пока но как бы к этому моменту да меня уже парит начинают эти вот шутки до его на фоне того да вот впечатление которые уже вот там высказал и продемонстрировал ну ладно у тебя является эффект я сильно долго не разбирался потому что мне самые наверно правдивые слова из сего до обзора то что не сильно долго не разбирался это вообще по сути не разбирался с этим инструментом начал обзор на него снимать хватило тех эффектов которые уже существуют в машине но тем не менее здесь очень много интересных пресетов причем в пяти вариациях в общем можно потануть в этом всем и похоронить здесь безумное количество времени причем вот эффекты то что он показывает это именно пресеты вот конкретных блоков да но синтезаторов основной блок эффектов это вот он он туда и не заходит он один раз как-то я не понял даже случайно что ли туда попал это вот то что шифтом да когда мы брауз я говорю нажимаем лед на кнопочку сверху джун на джойстик и там вот именно набор наших стандартных эффектов но лупы и ваншоты да это вот ваншотики это короткие у вас сэмплы корот на лупа это вот именно куски длинные в чем разница то что обычно лупы загружаются у нас в аудио движок это наподобие как вот диджеевская станция скорее всего движок там используется тот который в тракторе и он автоматически этот луп у нас когда в аудио движок загружен автоматически подгоняется бпм нашего проекта то если мы ваншотиками загружаем и туда можно тоже любого размера и луптами просто там длиннющий какой-то трек загрузить да там уже бпм автоматом не будет подгоняться можно это делать с помощью раздела стретчинга иногда бывает то что аудио нам более удобный вариант иногда бывает то что вот наоборот именно там допустим слайсами если мы на риски какие-то делаем то это в традиционном сэмплере все дело происходит но это сейчас он будет демонстрировать просто банк но один кстати один из неплохих вот на мой взгляд да вот подарочных банков диповых да как бы ну полистает пресета я тоже промотаю чем отличается ваншот сэмпл от саунда да в терминология именно машин да вы в мультике посмотрите вот которая посоветовал на канале шестой урок поджима он он уже демонстрировал вот эту вот штуку в начале до обзора это видно сам сейчас по ходу разбирается это с этой темой то что а здесь вот так вот оказывается можно это делать по что нужно демонстрировал то что есть страницы эффекта тогда крутил компрессор там и так далее сейчас дуплил то что а можно оказывается вот так джойстиком там переключать между ними ну короче вообще-то ну конечно улыбает все это ситуация но там убрать всю цепочку назначить свой плагин а вы ребят да он он сам это не добавляет даже он просто как короче по ходу сейчас когда пресеты листал да вот эти просто вдуплил то что здесь на экране какие-то вот кроме сэмплера еще какие-то вот цепочки появляются набора вот эти более важно для новичков знать то что удерживая кнопку shift над вторым экраном мы видим мов это мы можем передвигать выбранный плагин тот который выделен у нас белым квадратиком до контуром можем передвигать между другими плагинами смещая его также здесь можно забайпасить это замьютировать выкинуть из цепи этот плагин да и как бы другие они будут работать просто как как бы сквозь этот плагин без обработки будет проходить наша цепь если мы хотим окончательно удалить этот плагин то тогда нажимаем самую крайнюю кнопку remove поехали дальше но повторюсь то что там не безумное количество здесь достаточно скромно это все даже вот в рамках есть уака списки листаешь да как бы там но там как бы тоже смесь как пресетов вместе с этими с плагинами да и получается то что ощущение то что вау их там правда безумное количество вот но здесь блин ну не безумно кору достаточно коротенький список как бы в будущем да я надеюсь будет безумное количество крутых плагинов но час жду отдельных вот короче таки не дождался но но скажи ты то что страницы меняются чтобы редактировать но то что на экране 8 ручек это понятно то что страницы внутри плагина их много в частности в некоторых плагинах да или там синтаке вообще там просто немеренное количество вот насчет этого бас синтезатор тоже такое ну басовское мнение были были но это логично это у нас модульный синтезатор блин вот так же не хватает параметров вот этот возьмем синтезатор да вот модульный в нем тоже параметров не густо и эффектов нет пресетов нет вообще в этом модуль это это несколько как бы мо это полумодульник да а модуль это вообще вот вот только там виртуальный модуль который ты берешь просто потом не довешиваешь какие-то еще дополнительные модули что там непонятного естественно не хватает нам одного голого модуля хочется чтобы параметров и настроек было больше но не вдупляет короче вот в этой теме он далек от синтеза звука как бы и вот но зачем умничать на эту тему тогда как это сделать и реализовать но тем не менее радует ну да тем тем не менее он не знает но на хрен это вообще прикопался к этому такой момент что здесь существует плавный переход причем там есть кстати по умолчанию саунды саунд это когда у тебя уже не только допустим синтезатор вот этот который модульный он загрузил да а плюс еще стеки эффектов сразу составлены там есть прям вот пресета готовы где используется сам синты плюс еще блок эффектов уже накрученных и там звучит он да уже в комплексе достойно скажем так он но он как бы до этого не доковырял он там полистал какие-то пересеты да как бы до этого он и не дошел там но сейчас он будет морфинг потихоньку крутить форму морфи но это он из моего предварительного обзора морфинг осцилляторов посмотрел тут как бы понятно у вас есть гладкий переход от синуса к треугольнику например между волны и так далее что так далее есть плавный переход и это очень круто как по мне для того чтобы ну ну ладно пропустим эту тему ну хотя бы справедливо да я называл это произведение хроматика тут хромает все буквально не вот в этом плане он прикольный чувак мне нравится вот его этот стёб какой-то до времена но немножко сейчас там зашквалил да чисто потому что вот ну ляпа вот этих много да я прям завожусь меня там выбешивают какие-то моменты но это эмоции может которые да как-то частично передаются вам вот ну блин меня бомбит просто ну как так как можно не готовится да вот к обзору более плотно и хрена умничать тогда но не знаю но вообще принципе прикольный чувак но такой харизматичный но нормально кстати чтобы камеру не было видно совета ребятам просто элементарно берешь и ставишь полярик одеваешь на объектив да и тогда не будет видно отражение вот этих это вот оператору вашему такая подсказочка раз прокрутил его да и шлеп и экранчики такие четкие здесь я сразу добавлю то что в настройках можно установить то что по умолчанию квантизация стоит то что я говорил обычно 1 16 вот для таких но основных там электронных стилей да вполне реальная настройка которую по умолчанию можно ставить единственный момент там вот то есть у вас выбор из трех или вообще убрать квантизацию я не рекомендую если вы не пишите какой-то хип-хап вот с постоянным свингом да или джаз не используя квантизацию по умолчанию вот для записи вот смысл есть его поставить чтобы облегчить себе работу смысл косить траву в противогазе да вот ставишь одну шестнадцатыми для большинства задач этого достаточно но не ставьте чтобы play и рек был в настройках квантизации play и рек чтобы были выставлены потому что косяк какой может быть будете переносить проекты какие-то на другой компьютер там чувак включает или вы же потом свои проекты будете включать баха там какой-то у вас винегрет получается по ритмам там сползать все из-за чего из-за того что просто при воспроизведении у вас выставлена была квантизация вот это или наоборот в обратную сторону может быть та же самая тема да когда вы специально хотели не квантовать без квантизации прописать вот а там настройка у вас выставлена при короче квантизация при воспроизведении play да и при записи поэтому выставляйте там просто рек ну и тогда не надо будет щелкать лишний раз вот на эти пэда там plant eyes как бы надобность просто отпадает ну здесь он правильно то что сказал про кнопку rs да ее можно придерживать и какой-то пэт если вы удерживаете он будет затираться ну можно единственно здесь добавить то что если шифтом держать и select да то можно удалять допустим какие-то ноты конкретно там не стирать когда запись идет а именно удалять ноты в полифоническом режиме это конкретную ноту можно удалить допустим соль нажали да в этом режиме и у вас именно но то соль везде в партии вот в этом паттерне она стерлась вот или если не в мелодичном режиме а полип в этом в пед мод режиме да тогда просто можно там затирать секвенции в каких-то каких-то саундах короче отдельно урок на эту тему потом сниму переключая дорожки вы но это не дорожки эта группа как бы классические дорожки это вообще секвенции вот в этой дорожке еще 16 дорожек вот чтобы было просто понимание новичков здесь опять вот заблуждение вводят вот этим блину капец 16 дорожек в каждой группе у тебя 16 и как бы тут не переключая дорожки это группа переключаешь ну канал да ну как бы вот да вот вот тупо ребята блин бегом go смотреть мультик про солдатиков и будет все понятно вот будет понятно вот как устроен машин короче это ну капец здесь он сам вот то что вижу там и пытаюсь в дуплить понять и сам в заблуждение вводит короче там два режима просто у вас вот у него сейчас на внизу вот она видно что джойстиком он вверх поднят здесь кнопка не светится сверху а снизу светится это говорит о том что он в режиме групп то есть в любом режиме в каком бы вы ни были ту кнопку вообще не обязательно нажимать а просто тупо сразу раз и заходите в микшер до вверх джойстиком дерните в режим групп переключитесь где вот полностью вы регулируете в группе а это вот до 16 саундов до которые в ней расположены у нас вот сразу ручку крутите и все эти 16 громче тише вы делаете да и если вы вниз дернете джойстиком вот так вот раз тогда у вас будет в группе выделенной которая выделена да вне саунды будете крутить их не 8 штук микшери вы можете страницами ну так вот переключаться или с помощью вот этих стрелок или джойстиком вот так вот переключаться двигаться да как бы по одному если нужно отрегулировать панораму это делается нажатием джойстика сверху нажали и тогда панораму крутим уже хоть саунде ходе в группе он не вдупляет то что он сейчас группу и рулил вот то что он показывал сейчас да это и были каналы да вот микшера групп он блин короче сам же запутывает других это не каждом из пэдов то ну как короче тут очень все просто у нас группа вне до 16 саундов и вот как бы мы микшером управляем громкости тех саундов каждом конкретном паттерне вы громче можете это сделать только в случае автоматизации вот так как он сейчас сделал вы тупо просто во всех ваших паттернах просто но в конкретном саунде измените громкость то есть как бы вот причем автоматизацию это стопудово не имел ввиду это вот как бы он даже не проверял в паттернах если я громкость поменяю во всех у меня изменится или вот в каждом я буду ее менять по что на авто вообще там пролистал вот эту тему с автоматизации да фильтранную как микро микро макро ну как можно так не готовится ну капец удобно еще но удобно но это по умолчанию да изначально mpc у нас традиционный сэмплер давайте послушаем что он здесь расскажет вот эти вот вещи да вот как бы когда чисто но я не знаю может быть тот человек который не шарит в этом скорее всего слушает но его веселят там по ходу хи хи ха ха там нормально ну воспринимается блин ну когда вот уже понимаешь то что там капец уже багаж от этих ляпов да как бы которую разбираешь и блин она даже напрягать раздражать начинает эта хрень и кто-то тем более еще там мне там заявлял насчет в одевайте еще есть миниджек они bluetooth и все вот эти ваши здесь смотрите сразу скажу там несколько режимов он короче ну понятно про это не расскажет вам там несколько режимов вот если вы выбираете detect вот конкретно в этом случае лучше использовать detect режим это то же самое когда вы нарезаете с пластинки с какого-то аналогового источника фишка в чем этого режима не когда у вас тишина пока еще вот он не запустил на ипы не тыкнула него да у вас и запись не началась когда только вот звук пошел с айпеда или на пластинке там иглу вы поставили да вот у вас раз звук там пошел в треке клац и начинается запись это вот режим detect запомните вот такую штуку лучше в детекте записывать он сейчас записывает в режиме sing но это видно просто по ним по манипуляции вот рук да то что он там нажимает но смысл в чем режим sing служит для того чтобы срезать четкие секвенции когда вот вы подключаете по миде несколько устройств до заставить и машина ну это логично да в этом случае мастером и нажимая здесь старт у вас классом допустим какой-то грубок с другой начинает играть вот секвенцию пошел вступил потом раз определенные отыгрывает количество тактов клац и отрезается у вас этот кусок в чем разница основная вот режима синг от detect то что в режиме detect у нас только начальная стартовая метка выставляется до правильная но когда звук пошел а в режиме синг у нас сразу отрезается четкий сэмпл от начала до конца вот начальность то и конечная точка это но безумно удобно при подготовке там нарезки с каких-нибудь там девайсов коробок да вот в машин эти что но это разные совершенно техники записи и но естественно сейчас он не будет об этом рассказывать и пишет они в том режиме в котором нужно это писать вот снимая сэмпл с айпэда есть там еще третий вариант это луп когда вы просто традиционный лупер используйте то есть слоями да можно играть там вот как вот там гитарист или битбоксер да может быть начитывает что-то сверху раз раз там а еще и еще важный момент вот я сейчас смотрю на его вот этот волну которую он записал капец как бы но это элементарная как бы грамматика записи да то что нужно всегда стараться чтобы уровень у вас был выше то есть он очень тихо записал с айпэда то есть надо было заранее настроить просто уровень громкости это делается здесь и как на айпэде можно повысить и даю индикацию смотреть вот до чтобы до нули там допрыгну или хотя бы там ближе к нулям по что очень тихий сигнал записался до его можно нормализовать кнопочку нормалайз да но мы теряем в качестве чем тише сигнал мы записали до тем потом мы потеряли на ну при вот этих вот всех манипуляциях если бы это было так просто то вообще бы не было вот этих ручек да там не использовали компрессоры предварительно когда там прописывают какой-то источник вот через а цепи прогоняют вот ну просто супер тихий сигнал бы всегда мы записывали да потом просто его всегда нормализовали увеличивали всегда держите уровень вот под ноль чтобы у вас было клипа тоже не должны быть но уровень должен быть достойно это настраивается повторяюсь как можно с девайса с этого было настроить таки при настройке вот поступающего сигнала get поднять но вот вот даже сейчас ему тупо крутить вот на на экране очень низкий уровень до громкости и ему даже неудобно сейчас выставлять метку начальную это нот явно он это делает но ли первый раз или до этого может там один раз попробовал сейчас по ходу пытается разобраться вот то есть это даже вот рулить неудобно сейчас самый простой вариант вот ему вот вот раз срезал уже так да то тогда щелкаешь еще один раз на втором экране вот транскет следующий нормалайз до клац и потом это apple и кнопочку нажимаешь все и у тебя нормализовался этот треки потом тебе легко выставлять метки но хотя я повторяюсь то что здесь если бы сейчас он писал в detect режиме то первую начальную метку не надо было выставлять по что мы запускает уже там идет звук и в конце можно следить и вот здесь вот в конце он толком не не видит но четко да вот где именно отрезать хвост правильно но кстати можно еще после того чтобы мягче этот сигнал был да вот в конце вот как бы там есть еще параметры в инструментах фейда и вот фейд аут можно было поставить он гладко когда раз снимался мы заходим в плагины и навешиваем компрессоры и реверы в общем все чего но короче на этом у нее вообще рассмотрение сэмплирования до вот этого раздела до сэмплинг то что у нас здесь вот кнопочка вот он вообще закончил об этом ничего не говори хотя там я уже говорит что кроме иди там инструментария да вот большого набора да потом у вас следующий блок это слайсинг где вы на риске делаете вот эти ну и слайс чоппинг да но для чего вообще mpc многие берут да и четвертый блок это зоны где вы можете лаерсы лаерну там намешать себе вот составит такой как бы маленький контакт получается у вас такой вот здесь монтированы ну вот он это вообще фильтрану все хочется для украшения этого сэмпла но причем сейчас он конкретно показывает что повесил на группу групповой эффект да как бы и обрабатывают этот сэмпл но это нелогично вообще потому что ну как саунде вы будете какие-то обработки вешать а это просто на группе сейчас висит висит эффект и причем которые блин вообще как бы ну нифига не разобрался в устройстве вот вот эти вот ванзы ай хавадрин да то что он это нажимает два вот этих пэда просто можно было такие замуты сейчас бешеные там показать да вот если чоппинг вот так же он бы нажимал там с умным таким лицом эти пэды вот но блин это настолько бы эффект не смотрелось да вот элементарно сэпон тупо дальше вот следующую вкладку щелкну там слайсинг да и сделать слайсы наоборот превращаться в цифру да скорее всего они в аналог и потом эти сэмплы искажаться могут штука полезная сэмплинг 5 но немножко я доброшу ложь да неужели блин ну капец вот на этом бы остановился уже до сэмплинг в машины он вот есть один конкурент да как бы такая вот что вака и что в машин это ну супер фича как бы ну это и порода сама до изначально именно для сэмплинга охренительная штука вот как бы для всех этих замутов а вот ложку дегтя интересно послушать сейчас офигеть и слушать элементарный сэмплинг здесь в машин как бы и вака и точно такой же там вот логика но один в один а у них одинаковая как нарезы он просто не разобрался с простым функционалом очень просто сэмплировать это халява это самое простое наверное то что вообще есть в принципе здесь это самый старый mpc самые первые там уже это было да то что мы подключили и кусочек отрезали сюда раз потом его порезали послать или хорошо в принципе в любом деле должны стать руки на неуды как у меня но здесь он самокритично конечно итоги всегда подводить сложно здесь тоже скажем вот лучше по итоги они подводила то что меня выбесило да вот именно по его итогам вот этим вот самый абсурд ситуации вот я бы вообще это все не снимал да если бы просто сука на столько людей тебя смотрит это ж капец сколько нубасов он сейчас вот такие же это неучи там клепает да вот а тема такая прикольная то есть картинка классного них чувак сам харизматичный но это блин тебе не девайсы вот эти выпады это не только в обзоре с машин вот как бы это вот по как минимум по опи one вот по этим коробкам там тоже вот такая же тема там чуваки те которые шарят в этом да они просто вот как бы ну так же бомбит их просто там нуляп на ляпе были вот конкретно в этом вопросе это лично его мнение но и нормально да как бы может быть но единственно то что ты должен еще изучить этот девайс требует изучения девайса умение им пользоваться тут смысл даже не в ресурсе блин вот как можно не понимать этого вот смысл не в ресурсе компьютера вот допустим этот air он были не знаю по производительности да сейчас вот такой же как здесь строены но примерно примерно то же самое да ну вот я поставил air вместо макбук прошки да потому что это зараза она не шумит а сейчас записываю микрофон обычно вам что-то заводится но не захотелось чтобы сюда шум просто поступал на короче фишка здесь основная в том что мало пока инструментов внутри мало пока плагинов встроенных да это все будет до пополняться со временем но пока этого мало вот в этом разница в компьютере ты можешь подключить во первых весь там на тип комплита ультиме да это весь магазин этих инструмент куча нкс поддерживающих плагинов да и вообще любой вести плагин ты можешь засунуть туда это основная фишка вот в чем разница стендалон режима и режима связки с компом а не то что мощность мощности здесь стать нормально вот для вот этих вот вещей да вот то что тем более он натыкал там три дорожки этого достаточно короче пипец меня вот под конец нам вы бешево да я первый раз смотрел обзор да по барабану посильнее он или не посильнее смысл в другом смысл именно в том что блин ну короче работы за глаза по опыту использования могу сказать одно и блин вот когда вот эти слова еще да вот как бы блин вот если до этого ты промолчал и сказал бы я сейчас по ходу с вами разбирался этим девайсом вот что-то потыкал посмотрел но когда начинается вот этот фразы там по опыту использования все блин и и дичь начинает нести там продолжать вот это меня вообще бомбило просто когда я смотрел первый раз но конкретно пример пруфы давай где ты про загрузил какой-то пресет и прям умирает сразу процессор это чушь то есть такого нет пресета здесь где вот ты загрузил у тебя жопа процессор на любом синтезаторе вот все что сейчас внутри вот реально этого нет вы можете спокойно там до восьми устройств да вот допустим там вот но дубликаты когда запускают и так далее как бы ну загрузить то есть там нет такого что 12 там ну короче это это бред как бы вот но высосаны из пальца короче блин я цемпла не зависит это вообще самого ну блин это вообще азы сука детского садика вот что можно сказать блин когда сэмпл ты грузишь он тебя не жрет вообще вот но толком ресурсы компьютера твоего процессора твоего вот жрет синтезатор вот это вот штучка басовая которая там не понравилась тебе да то что она слишком простенько вот если навешивший когда серьезный синт массив там загрузишь или другие вот призм отжирает fm kd вот он будет отжирать по что-то синтезатор нам куча вот этих вот вещей алгоритмов проходит у процессор напрягается а сэмпл он всегда халява и даже вот большие когда библиотеки ты грузишь там в чем разница сэмплера основная то что это объем большой занимает у тебя синтезатор занимает мало места на винчестер или здесь на флэшке да но он занимает ну как жрет память вот требует ресурсы твоего процессора а если мы говорим о сэмплере сэмпл он вообще он халява он очень мало жрет процессора да как бы но место то есть если какие-то сложные большие ну так короче место отжирает вот если мы посмотрим на сэмплер на какие-то инструменты на этих инструментов они весят ого-го там по размеру да как бы это а все синтезаторы там обработки плагина не мизер вот такой вот весят вот а процессор в обратку жрут как бы поэтому как бы ну ты ты блин элементарные вещи надеюсь понятно сейчас я объяснил и будете базу базу это но короче вот эти вот выводы да вот позиционирование саму неправильно во первых да это программно-аппаратный комплекс вот от этих вещей там контроллер подключены компьютеру да надо уже ну блин это лет восемь назад было актуально вот сейчас это вообще уже принципе не актуально ты не можешь отдельно пойти и софт купить машин у тебя он идет вместе с контроллером только это программно-аппаратный комплекс просто мозги там ты установил свою машину и здесь у тебя вот под ручками тактильный весь этот кайф там ощущения и когда ты поюзал на практике ты врубаешься в то что у тебя вот эта штука в стендалон режиме для того чтобы какие-то скетчи наброски сделать не более этого а потом ты приходишь подключаешь работаешь с компом уже там более серьезную какую-то делаешь но таран жировку и так далее я пробовал за этот период пока у меня аппарат раз 8 вот адаптировать live без компьютера вот просто чтобы железка была я вам скажу то что даже в наличии с коробочками какими-то из-за того что пока еще в миде там вот программ ченджи сессии сообщения да вот они не наладили этот процесс и все равно приходится в компе настраивать а потом уже загружать эти проекты с настройками сюда да они работают но сначала предварительно в компе приходится настраивать короче это танцы с бубном костыли просто если у вас один девайс то скорее всего то что и широкий ассортимент возможностей вы захотите получить от него то сто процентов вы будете связки с компом постоянно работать у меня в студии вот практически всегда подключен он в качестве контроллера и вот я и так и всяк там пробовал да вот варианты просто но это совершенно нет смысла там допустим если у вас ком в студии да и использовать его чисто для чисто в стендалон режиме если у вас сетап немножко по-другому устроен если вы лайф играете да вот именно без компа вот принципиально да тогда вот эта штука это такое ну хотя по сути это маленький компьютер да у вас можно в таком сетапе работать но не знаю просто зачем смысл но как бы тут каждому свое здесь вот в этом плане вот чисто им хода и вам давайте дальше но ни хрена не привыкал тут как бы понятно вот блин на хрена эти вот смотрите просто вот эти вот выводы я представляю там в коменте потом подхватывают какой-нибудь там чувак да там отмороженный фанат акая да и начинать дичь какую-то нести на основе там вот эти вот по эргономике эргономика вот здесь в этом устройстве ребята это вот блин его хоть вы пеной там и задите хейтеры да там вот он продуманный максимально из все грубоксов которые выпускались до этого потому что он 10 лет до этого разрабатывался прорабатывался его функционал а потом только они выпустили в стендалон режиме его по сути это вот вся наработка mk3 да которая была не просто сюда и залили в отличие такая вот тут настолько вот каждая клавиша продумано если уметь этим пользоваться ты вот чем дальше ты будешь познавать этот аппарат да вот я могу сто процентов гарантировать насколько ты кайфовать будешь на как здесь продумано все вот какой-то малейшего как они меняли вы посмотрите от старой модели 1 до mk1 контроллер возьмите потом следующий там студию да и как у них менялась вот как они ну и кнопочки переносили как они их добавляли режимы эти да вот насколько здесь все вот продумано удобно просто отточенный инструмент у вас получается вот но по под пальцами и какой-то нубас который там без году неделя да да он даже неделю я уверен его не юсал да и делает свои выводы как ему неудобно здесь горю ну блин блондинка просто которая купила себе камаз и ездит в супермаркет сложны и ты пытаешься все это прям десятью своими кацорочками но да вот теми корявками как как бы немножко опыта там просто им добавить как бы здесь настолько все просто и логично блин ну капец это вот нубас слушает сейчас да вот новичок который ну не в этом не шарит блин братца вот за вот эту штуку то да нафиг оно нужно и такой фигит просто новичок блин но при этом ощущение того что ты творишь лайк оно присутствует постоянно но это вообще одно тоже вот эти за и заречения вот эти нубасовский дату что он творишь лайв там крутишь там постоянно но также ты берешь просто подключаешь вот этот контроллер до к ноутбуку и ноутбук прячешь просто себе под стол и вот точно также творишь лайв крутишь да еще арсенал у тебя возможности инструментария на 80 процентов добавляется потому что вот эта штука в стандалоне повторяюсь 20 процентов возможности что в связке с компьютером точно такой же лайф вот мутишь делаешь там и так далее вот это вообще не преимущество конкретно плюса вот стандалона режима и руки ну скажем так у меня стали на пэды и на все у него пока может другое что-то стало на руки точно не встали вот на конкретный девайс не мозги не руки еще не встали где-то приблизительно за дня три-четыре были но это но это жестко да как бы офигеть но это не знаю сама бундеркин просто мне но занимаются ежедневно практически ребята да вот и по машина и вот так быстро руки ни у кого не становились за два-три дня но и судя по тому как обзор этот собирался сейчас да вот как бы какие эти то там не мозги ни руки не встали еще надеваясь через месяц если я буду юзать эту машину я уже буду максимальным профессионалом и фингердрамером но здесь я не знаю надо комментировать что-то это вообще жесть фингердрамером вот особенно фингердрамером будет были люди годами да вот набивают ставят пальцы себе вот вот скорее всего этим он будет этим до الم planet new сергей но oginakin offers бин гердыpp ну кстати можно до это обзоры это элеггар и как обзор на обзор фингердwolf бдИГ или лучше я пиле фингерд Dirichica на самом деле мы в большей степени оставляем вам изучение этих девайсов, потому что знать на 100% что важно. Ну да, круто. Но здесь как бы вот в принципе нормальное признание, да, вот если бы обзор, половину вот этого хрени, которая левая, да, вот этих, если вот просто взять, ляпы вот эти вот, которые бешеные, да, там вот, и вот эти вот утверждения, которые вообще там, ну, противоречат реальности, да, если их убрать и вот сразу заявлять вот такую фразу, да, аналогичная, нормальная, да, и аналогично не потому, что они нам специально оставляют что-то на изучение, потому что они не могут вдуплить сложную коробку, не раскопаешь вот так вот, что раз-раз-раз, да, там, как бы, поэтому здесь, ну, в этом плане лукавит. Но мысль сама такая хорошая, полезная. Вот это он сейчас говорит, в принципе, классные вещи, то, что вот именно свои ощущения правдивые, без понтов, вот то, что, когда вот его первое, вот сейчас, то, что и было, по сути, фингертыцера этого, да, то, что он открывает девайс, и вот в прямом эфире, там, при нас, там, начинает что-то потыкивать, разбираться, там, опс, прикольно, там, басик, там, какие-то эти штуки, да, это вот нормально, это можно было обзор назвать, первое впечатление, там, фингертыцанья аппарата этого, тогда, да, это было бы логично, но, блин, обзор-то по-другому строился, да, и вот эти вот варианты, попробовать, попытаться поумничать, да, вот как бы на теме, на которой ты полный, ну, баз, как бы, не знаю, меня это выбешивает. И каждый раз новые идеи, поэтому мы не раскрывали до конца потенциал этого инструмента, чтобы вы могли насладиться этим. Да, понятно, то, что причина в другом, как бы, потому что ковыряться нужно с девайсом, изучать эту коробку, нафиг браться, вот, сложные устройства, вот, прикольный канал, да, когда простые девайсы, нафиг браться, какие-то сложные устройства, вот, с таким подходом, да, вот, по ним обзоры делать. Но если вы беретесь за это, тогда, как бы, уже, у вас же есть какие-то варианты, когда чувака другого приглашаете, который более, ну, глубоко шарит какой-то железки, да, и он интервью с ним проводит, делает, вот, тогда приглашайте какой-то сложный девайс, если нельзя, нельзя так делать, блин. Просто сейчас наклепали нубасов, да, вот, как бы, людей просто ввели в заблуждение, там, какими-то, вот, этими фразами, там, и так далее. Как вам отмазка, а? Захочешь, потом отрезать? Да, не, не, хорошо, что не отрезали, а отмазка просто, ну, суперовская, вот, именно счет этого. А вот здесь вот самые правдивые слова из всего обзора. Новые идеи. Поэтому мы не раскрывали до конца потенциал этого инструмента намеренно, чтобы вы могли насладиться этим сами. А, как вам отмазка? Крутая, да? Вот, ну, понятно, что здесь по-другому, но, в принципе, в принципе, как бы, вот, если убрать вот эти вот ляпы, которые были перед этим, да, или основное, где вот именно заблуждение, прям вот реальное, где вот будет, ну, что-то там недорассказал, тогда нормально там. То, что пропустил макро, там, микро, ну, то, что, где именно конкретные, ну, вот, именно ляпы, где... Это неправда, вот, по поводу, там, каких-то функций, да, функционал, там, и так далее, да, ну, как бы это вот выбешивает. Вот. Если убрать это, то, в принципе, вот эта отмазка, она бы прокатилась. Смотрите дальше. Прикольно. Как вам отмазка, а? Захочешь, потом отрежешь? Нет, ничего. Ты же не отрежешь. Вернемся еще раз. Лучше бы он отрезал вот эти вот, ну, ляпы, которые там были все. Сделал короткий обзор, маленький, там, на 15 минут. И вот, как бы, эта отмазка, она прям в кассу была бы. Просто такой, ну, поверхностный обзор машин. Первый раз пощупал, что-то там понажимал. Есть еще дополнительные энкодеры. Эти энкодеры пока никак не участвуют в создании треков. А было бы клево. Ну, это услышал звон, не знаю, где он. До конца просто не вдуплил в тему. Короче, смысл в том, что вот эти вот клавиатуры комплитовские, да, которые также имеют свой софт. По сути, вот что такое софт от комплитовской клавиатуры? Это отрезанный блок, вот этот вот плогин, который здесь у нас, да, в машин. Вот. И его просто отдельным модулем, ну, люди, ну, как... Он идет отдельным модулем с вашей любой клавиатурой комплитовской. И вы можете им пользоваться с любым дав. Вот. И сейчас, на данный момент, он не работает. А не то, что по MIDI не работают там энкодеры и так далее. В стандартном режиме MIDI-контроллеры, они работают у вас, как и работают другие там MIDI-контроллеры. Не работает именно вот этот вот вариант интеграции, да, полный. С машин, вот именно режима plugin. Когда мы здесь сразу крутим плагин, можем отсюда загрузить, там есть на клавиатурах, вот S-серии, там кнопки browse, там, короче, часть кнопок, которые здесь, на машин, да, они есть также и на клавиатурах. И вот чтобы... Пока эта тема, короче, не работает. И с джемом там еще косяк, как я говорил в прошлом обзоре, но они уже обещались поправить там. Ребята, пока руки дошли монтировать этот обзор, короче, и джем уже работает, и с новой прошивкой, и комплитовские клавиатуры тоже поддерживаются в полном объеме. Вот так. Если бы по USB подключался девайс вот на этих инструмент, и можно было еще контролировать дополнительно, наваливать чего-то. Это же круто было. Чувак может подумать, о, блин, а я не буду брать комплитовскую клавиатуру. Я тогда возьму себе там какую-нибудь другую, другого производителя. А потом офигеет просто удивиться, то, что у него крутилки на этой клавиатуре, они вообще и не поддерживаются, и не будут в будущем поддерживаться в софте машин. Вот здесь вот. Потому что софт машин, именно сами вот крутилки, то есть, смотрите, любую клавиатуру любого производителя вы можете подключить, да, и использовать в качестве именно ноток, ну, чтобы набирать нотки, и колеса вот модуляции можете использовать. Сами вот эти вот крутилки, кнопочки, они будут у вас работать в софте машины, вы не настроите это. Вот. Оно подвязано именно конкретно на контроллеры. Почему это так? Потому что изначально, именно вот повторяюсь, программно-аппаратный комплекс был придуман машин. Это когда у вас компьютер, в который, ну, в который вы устанавливаете софт, и плюс еще контроллер, который рулит этим софтом. Вот связка. И они продаются только вот единым целым. Поэтому скачаны с торрентом машин, да, как плагин, потом там вот это вот мучение, мазохизм мышкой, да, и как бы и контроллер какой-то не подключишь, чтобы рулить, как бы. Но, в принципе, они немножко перестраховались от того, чтобы помучились пираты, да, или, ну, кто на халяву там скачал с торрента, вот, софтом машин. Вот. Ну, правильно сделали. Так вот, а если комплитовская клавиатура у вас, да, она сейчас вот буквально на днях заработает. Тем более, если вы сейчас смотрите вот в этот период, да, этот обзор, то ни в коем случае к машинам не берите там другую клавиатуру. Она не будет полноценно работать у вас с инструментами. Если вы хотите, чтобы участвовали все эти контроллеры, экранчики там и так далее, учтите это. Ну, и теперь немножко о плохом. Во-первых, ну, опять же, субъективно плохом, давайте я прям подчеркну это. Мне нравились больше материалы изготовления на МК-3. Здесь немножко как-то это жестковато. Ну, короче, блин, субъективно настолько, что просто амбиций говорю. То, что вот напишите в комментах, интересно, вот реально есть еще какой-нибудь один чувак, который вот щупал, вот у него плюс был, да. Я не говорю о каком-то таком вот, как бы для самоутверждения кто-то, кто не может себе позволить заплатить за этот девайс, там, да, и будет говорить, да, это все фигня, там, фигня ваша Мерседес. Как в анекдоте, знаете, про Вовочку, то, что это, немного я воды налью, там, у него много было приколов разных. И, короче, такая тема. Вовочка в школу приходит, ну, и там спрашивает учитель, кем ты хочешь быть? Ну, там, одного спросил ученика, там, я хочу быть, там, полицейским, другой, там, я хочу быть, там, тем-то, тем-то, до Вовочки очередь доходит, он говорит, а я хочу быть дебилом. Учительница. Как это так? Как ты можешь это? Ну, вот, такое говорить. Говорит, да вот знаете, я с папой еду, когда в трамвае по городу, мы в окошке видим, из трамвая машина какая-то крутая проезжает. Папа говорит, о, он дебил поехал. Потом смотрим, проезжаем, дом какой-то такой красивый, построенный большой. Говорит, о, он дебил этот дом построил. Я говорю, хочу быть дебилом. Короче, я не знаю, по именно качеству, да, контроллера. Ну, и кому приятнее будет, допустим, вот эти вот крутилки, да, более надежные, они по тактильному ощущению выглядят. И джойстик сам более приятный. Ну, вряд ли кому-то, вот, будет нравиться больше МК-3, чем плюс. Ну, не знаю. Даже вот просто по дизайну, если использовать связки с компьютером, вот я, ну, как отчасти делаю, да, вот, конечно, он лучше, премиальнее выглядит. Стоит ли он этих денег? Нет. Вот если вы используете связку с компьютером, да, и вам нафиг стенделон не нужен, это, ну, я считаю, жестко там покупать переплату, вот, ради вот этого дизайна, да, вот, как бы, такого вот качества. Ну, тут как бы вам решать. Но это вот я сейчас объективно говорю. Вот. А если, типа, о, да нет, потому что он хреновый, потому что, типа, он выглядит хуже, МК-3 красавчик, да, но это просто, блин, она и не знает. Хотя вот энкодеры мне нравятся очень сильно. А, ну да, про энкодеры, вот про джойстик, смотрите. Вот эта вот ручка вместе с джойстиком, она как-то не вызывает у меня доверия. Ну, вот, короче, джойстик вот этот, точно такой же, как был, только он, ну, модифицированный, да, то, что вот железный, по тактильным ощущениям его сделали лучше. Вот у него доверия там не вызывает. Короче, этот джойстик надежный капец, там, вот, в сравнении с другими устройствами, да, где эти джойстики там вылетают, вот, не было таких больших претензий к этому джойстику конкретно. Поэтому спокойно можете, вот, вот сколько человек, да, которые сейчас послушали его, да, и думают, блин, там косячный джойстик, наверное, вот, блин, доверие не вызывают, а что там с ним не так? Ну, и передумали там сделать покупку. Ну, себе же подосрал свой магазин там. У вас же шеф подгонял, давайте быстрее обзоры запилите вот по новой коробке. Хотя я уверен, что может она проработать тысячу лет, и уже вокруг ничего не... Так в чем ты уверен? В том, что она проработает тысячу лет или еще? А, ну, видно, потом мысль дошла, то, что, а, блин, шеф же скажет, какого хрена сейчас на продажу это повлияет? Железки покупать не буду, хреновый джойстик там, опс, такая тема исправления. Нафига не оставили это? Надо было вырезать просто эту чушь, дичь. Будет только таракан и крысы, а этот джойстик будет работать. Такое тоже происходит часто. В этом девайсе стоит SD-карта, и вот нельзя экономить на SD-карта в проводах, потому как если вдруг весь проект, он очень сильно тяжелый, а SD-карта мало скоростная, то, скорее всего... Опять рассуждение Нубаса, которое на практике с этим не сталкивалось. Вот бла-бла-бла, вот где вода? Кто там, блин, говорил насчет воды? Ну, здесь вот реальная вода. Конкретную модель скажи, какую карту, какую ты тестил? Окей, понятно, ты этого не делал. Тогда просто производитель, какие советуют, характеристики? Возьми, выведи сейчас, напиши на экране. Зачем эта вода нужна? Ну, короче, бла-бла ни о чем. Блин, ну, сэмплинг, кстати, сэмплинг не менялся, он выпиливался с самого начала, вот уже он десятилетиями уже там пропилен просто идеально. Вот, что в Акае, что в этом. То есть, вот когда он начинает рассуждать на тему, о которой вообще вот не шарит, он меня это выбешивает просто. Вот, блин, меня кроет просто вот в эти моменты. Нахрена ты вообще заикаешься, умничаешь на эту тему? Назови хоть один сэмплер, другой назови, вот в мире существующий, в котором круче сэмплинг реализован, чем в этой коробке, да, вот. И я ожидал, может быть, он скажет насчет того, что одновременно сэмплировать нельзя там с кучей источников. Здесь все заточено, короче, ребята, это сэмплер, вот классический сэмплер, да, вот такой самый продвинутый сэмплер сейчас, да, вот, который сэмплируют вот с одного источника. Вы не можете здесь в машине, я думал, он про это сейчас скажет, да, вы не можете здесь в машине сэмплировать сразу, ну, как прописывать много дорожек, вот как на многоканальной карте. Включили, и сразу вот куча треков ваших записывается. Здесь это устройство не может делать. Потом, когда он говорил насчет вот этих USB портов, я думал, он добавит самую основную фишку, да, то, что USB интерфейсы, не только MIDI-клавиатуры эти вот, ну, поддерживаются. USB интерфейсы сейчас уже на этих прошивках, на первых, они поддерживаются. Вот у меня на канале есть обзор, вот, допустим, эту штуку я подключаю. То есть вы можете всегда расширить количество входных каналов, вот. Но вы не можете с помощью даже вот подключенных дополнительных, да, вот этих... А, ну, естественно, это в стендалон режиме все работает у нас. Косяк в том, что вы не можете одновременно, вот повторюсь, записывать вот кучу вот этих дорожек, как вот в традиционном DAF, да, или в рекордере, как вот здесь, допустим, в этом же зуме. Единственное, что девайс не очень дешевый, и цену актуально вы можете посмотреть? Ну, девайс как бы не дешевый. Тут как бы базару нет, как бы, как и любой грубокс такого класса, как бы... В описании к этому видео, ну, снова-таки есть позитив. Есть рассрочка от ProDigy под 1%. Ну, да. На 7 частей вам делят. Ну, да, это вот самую главную мысль обзора он сейчас сказал, чтобы... Ну, шеф же... Шеф интересует только вот эта фраза. Так, ребята быстрее сделали, чтобы вот... Что там внутри, насчет девайса, какие там моменты, это вообще по барабану. Главное, вот, скидка, цена в магазине, да, как бы, и быстрее. Вот шлеп пришел, обзор выпустить, как бы. Ну, я думаю, то, что по этой причине, вот, в принципе, такой и получился этот обзор. Потому что, если бы чуваки подошли более глобально к этой теме, изучили сначала коробку, повторяюсь, то, что это не единственная коробка, вот, где я, да, как бы, вот, ну, уперся, и вот дожал, вот, ну, даже вот такой обзор на обзор, да, снял. Вот, а куча есть ребят, вот, по другим девайсам, которые просто, ну, которым просто это нафиг не надо. В комменте что-то написали, там, и все, как бы, на этом... Ну, короче, вода, вода, потом, там, давайте промотаем. Ну, кстати, какой-то потом был выпуск, там, следующий, типа, я так понял, он себе его взял. Вот, интересно, он понимает сейчас, когда вот уже погрузился в устройство, насколько там он хрень вот это вот все нес, там, в этом обзоре, да. Короче, ребята, эмоционально получилось, я все это дело рассказал, да, как бы, ну, пытался сдерживаться, но какие-то моменты, да, меня просто, вот, ну... Ну, получилось, как получилось, короче. Вот, я надеюсь, то, что без обид, да, вот, всяких. У меня нет какой-то цели, там, вот, просто вот гадости наговорить, там, вау, там, про ребят, да, про этих, потому что, ну, блин, у них классно, как минимум у них классная картинка, да, и доходчивость информации, у них круто сделано. Просто к этим, просто одна просьба, когда вы какие-то серьезные аппараты рассматриваете, где вот на шару не прокатит, там, пару ручек покрутить и все, тогда более подготовленно к этому подходите. Объясняйте тогда шефу своему, там, кто у вас, там, у вас долби, да, быстрее давайте обзор вот на ту, на ту штуку, что это сложнее, не знаю, там, на харизме, да, и на хихихаха, там, каких-то вот этих выпадок, ну, здесь не уедешь. Это серьезные девайсы, да, которые, вот, как бы, нужно изучить, погрузиться в него, а потом уже, как бы, выражать свое мнение. И, в принципе, вот, реально дельный совет. Если вы какой-то серьезный аппарат рассматривать будете в будущем, да, то найдите чувака, того, который в этом устройстве, ну, шарит круто, да, вот, и, как бы, пусть сначала он проконсультирует вас, а потом уже будете пилить, там, какой-то обзор. Или, в принципе, мануал читайте, там, изучайте лучше устройства. Просто вот эти вот заявления, которые еще так вот резко сделаны, там, уверенно, да, как бы, ну, они, блин, капец просто, вводят в заблуждение. Так что, чуваки, без обид, да, как бы, ну, цепанули мой девайс, один из любимых, поэтому вот такая вот прилетела тема вам. Воспринимайте это как такой дружеский шарош, как бы. Если у вас есть желание, пожалуйста, без проблем, можете как-то, там, стебануться над моими обзорами, там, это, что-то там, ну, свое добавить, как бы. Еще скажу то, что здесь видна работа, да, вот, видно то, что ни один человек этим занимается, потому что картинка, вот, сама постановка, да, вот, кадр выстроен, ну, круто, ну, очень достойно у вас получается, вообще красавчики. Вот, как бы, ну, не воспринимайте это вот как такое, типа, а, там, вот. Рекомендую, ребята, подписываться к ним на канал с такой оговоркой, если по сложным девайсам, как бы, вот так вот. Ну, а на этом это все. Кому интересно, чем я занимаюсь, можете зайти на мой авторский канал или посмотреть часть моих обзоров и уроков на Digestory, ну, и других источниках. Для тех, кто новички, я хочу сказать, то, что я провожу систематические занятия по машинам и не только, вот. Я очень люблю конкретный девайс, да, машин. Обращайтесь, кому интересно позаниматься, пишите в личку. Это все происходит онлайн, через Zoom, Skype. Можете посмотреть отзывы, их много, о тех людей, которые уже прошли занятия у меня, с которыми я позанимался. Самые эффективные тренинги – это именно индивидуалки. Это уже проверено гадание. На этом хочу попрощаться с вами. Всех вам благ. Побольше мажора и поменьше минора. Всем пока.